Меры по улучшению демографической ситуации в регионе обсудили во вторник на заседании правительства. По сравнению с 2012 годом смертность снизилась на 3%. При этом рождаемость растет и уже достигла своего самого высокого показателя за постсоветский период. За 6 месяцев у нас родилось на 163 малыша больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост составил 2,9%. При этом отмечается, что чаще стали рожать женщины старше 30 и даже 35 лет. Рожать стали больше, потому что рожать теперь выгодно. Никто не скрывает, что меры социальной поддержки, которые существуют в регионе, стимулируют семьи к прибавлению. Материнский капитал, земельные участки за третьего ребенка – все это действительно работает. Увеличение рождаемости в регионе в основном не за счет первенцев, а за счет вторых и последующих рожденных. Отмечу, что начиная с 2010 года количество детей, родившихся вторыми, увеличилось на 15%, третьими – на 41%, четверками и последующими – более чем на 28%. А численность семьи, в которых рождаются третьи и последующие дети за последние 5 лет, увеличилась на 47%. Однако в скором времени может возникнуть новый демографический кризис. Поколение нынешних молодых мам – поколение начала 90-х. Тогда рождаемость была низкой. Многие семьи обзаводились только одним малышом. А это значит, сейчас творить демографический взрыв некому. К тому же с 2016 года прекращается действие материнского капитала. Вы доложили материнскому капиталу, который выплачивает область. Мы сейчас будем принимать бюджет на 15, 16, 17 годы. Если память не изменяет, у нас с вами пока в 2016 году эта выплата заканчивается. Предложения какие? Что делать будем? Прекращать? Если департамент соцзащиты сейчас озаботится этим вопросом и убедит департамент финансов, что эта мера поддержки необходима и ее надо продлить, то материнский капитал будет сохранен и на последующие годы. В данном случае расторопность чиновников действительно дорогого стоит. Обсуждали на заседании меры поддержки лиц пожилого возраста. Говорили курортно-оздоровительных мероприятиях и даже моральной поддержки. Павел Коньков выступил с весьма неожиданной инициативой. Наши уважаемые женщины в 55 лет получают пенсию, которая называется пенсия по старости. И их очень многих эта формулировка задевает. Вы, пожалуйста, сболдены, проработайте вопрос, как нам могут инициативу выйти. Ну как вы себе представляете, в 55 лет сегодня женщина получает пенсию по старости. Чтобы пенсии по старости назывались более благозвучно, необходимо выйти с инициативой на федеральный уровень. Менсионный фонд поддерживает эту идею. И, возможно, именно Ивановская область позволит женщинам в 55 чувствовать себя моложе. В качестве альтернативы прежнему названию предложили пенсию по возрасту.